здравствуйте друзья у нас тут письмецо небольшое я расскажу немножко потому что письмо очень очень большое я тут кусочек вот от него только взял человек ему 36 лет он техник механик наладчиком работает по моим беларуси едят на заводе с женой развелся дочери 15 лет и как то вот он говорит так мало зарабатывать ему даже там девушку не нет денег там какой-то в кафе взять отвезти поэтому в общем как то вот так у него все и не получается и вроде люди какие то вокруг есть какие то успешные а он какой то не год никакой и вот он пишет я подумал кусочки я вам просто зачитаю ощущение опустошенности нереализованности стыда если не сказать позора перед самим собой родственниками знакомыми люблю свою страну и несмотря ни на что людей которые здесь живут поскольку понимаю их эту обстановку в которой существуем но за все годы жизни пришел к выводу что проблема действительно во мне а конкретно в том что я нахожусь не на той земле положительных перспектив для себя здесь не вижу стою на месте и не знаю куда идти не вижу куда и как сделать шаг подтягиваю английский интересуюсь тестированием программного обеспечения компьютерные навыки на уровне уверенного пользователя еще со времен когда работал в магазине где их комплектовал собирал устанавливал программное обеспечение более десяти лет прошло окажется как вчера было чего действительно хотелось это реализоваться в сфере айти креативного дизайна оригинальных красивых полезных вещей с головой погрузиться в любимое занятие много работать с полной отдачей создать прекрасную семью в любви и счастливых детишек создать возможность самореализации полноценной жизни для дочери радоваться жизни радоваться окружающих в то же время не питаю иллюзий и готов на другую в том числе менее квалифицированную работу по возможности с позитивными перспективами поскольку к работе приучен с раннего детства вкратце о том почему дизайн и какой именно лет семь назад нашел для себя интересный вид занятия художественная машинная вышивка с тех пор меня эта идея очень увлекла я осознал что это очень широкий вид деятельности нанесение вышивки на ткань кожу эко кожу на одежде галантереи кожа галантереи сувенирная продукция включая панно вышитые портреты настенные часы магниты на холодильнике как серийно так индивидуально по эскизам и фотографиям естественно как вид бизнеса идея не новая но считаю что подходы к реализации могут отличаться и там дальше вот он объясняет видно человек увлекается действительно видно что увлекается возможно я заблуждаюсь и стоит заняться чем-то более перспективным есть некоторые образцы моих изделий если вам будет интересно я с удовольствием покажу понимаю что в общем никто никому ничем не обязан в жизни но все же если будет возможность и желание не могли бы вы поделиться вашим мнением может быть могли бы прокомментировать посоветовать подсказать помочь вот мы на эту тему сейчас и поболтаем я так уж сложилось по жизни может быть не случайно сложилось занимаюсь тем чтобы помогать людям в осуществлении каких-то изменений в жизни перемен поэтому естественным образом мне ближе такая оценка происходящего когда я вижу человека не в точке и говорю вот он в этой точке вот всю жизнь там и простоит знаете вот а я вижу человека в какой-то динамике и поэтому когда я вижу какую-то точку я я пытаюсь естественным образом понять где там вот это вот стадия в которой человек находится и я говорил недавно что наткнулся на книжку очень меня увлекающая все никакой не дочитаю потому что времени мало называется changing for good она на русском языке тоже есть называется психология позитивных изменений как-то вот так и и там вот описываются эти стадии 6 стадий изменений я как бы под впечатлением сейчас этой книжке потому что она помогла мне сформулировать то с чем я имел дело на каждодневной основе раньше давайте я вам расскажу анекдотик один поскольку мы всегда с вами чем-то веселенькое правда норовим анекдотик такой значит заваленка такая сидят мужики курят а так чуть пониже там узкоколеечка какая-то и такой паровозик знаете стоит такой маленький кукушка такая значит и товарищ и не идет никуда он стоит и так чуть 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 а и не идет но один мужик и вообще это уже не пойдет никогда никуда не пойдет второй год это точно это как пить курят паровозик стоит стоял-стоял-стоял пыхтел пыхтел вдруг раз так и ты пошел куда-то и пошел первый год ну теперь и вообще хрена становишься дорогой ты это как пить вот поэтому я к чему говорю что люди смотрят на человека в определенном состоянии и говорят ну это пожизненно это всегда это очень естественно вот когда ценные бумаги растут рынок ценных бумаг ощущение у публики широкой давайте основу на дорогу что он уже всегда будет расти вот а когда рынок падает ощущение такое что уже никогда не поднимется это в природе человек это это нормально естественно там все замечать но что уже здорово вот в том что мы видим наш герой он не пытается сказать у меня все отлично у меня все хорошо я нормально живу вот там с пацанами там выпьем на рыбалку сходим там где-то там я не знаю не обязательно в кафе девушку водить можно и там и в парадном где-нибудь там какую-то нюрку соседскую и так далее и вот понимаете то есть всегда найдется нюрка который можно в кафе не водить и он но он не этого хочет он хочет семью он хочет детишек он хочет дать им что-то платил совершенно в другом состоянии поэтому он осознал проблему значит первая стадия я рассказывал я повторюсь что первая стадия это когда человек отказывается он ведь нету проблемы вообще никакой отстаньте все от меня он не в первой стадии это точно он в стадии 2 он говорит есть проблема значит дальше он собирает информацию у меня такое ощущение что он вот в этой стадии второй когда он собирает информацию у него еще он еще не планирует как как это все сделать потому что плана у него четкого нет вот и он как бы не приступил к этому плану и я думаю что весь вопрос если нам удастся на него хорошо ответить поможет человеку перейти как раз стадию планирования так вот он в поиске он подтягивает английский он там посматривает на тестирование программного обеспечения тем более что он хороший пользователь чего же и 36 лет возраст тоже незапредельный конечно не 21 но ничего страшного вот у него же какой-то опыт все таки есть и пользовательские там такой техника который там собирает налаживает и так далее поэтому он вполне мог бы там не уезжая никуда из своей страны вполне мог бы там пойти искать работу там тем же тестировщик во первых он бы больше денег получил намного чем у него сейчас уж на девушку сводить в кино у него хватит или там даже в кафе вот поэтому как бы он вот это вот вот он вот так прикидывается прикидывает прикидывает что можно сделать и так далее то есть человек уже поехал как бы в этом направлении знаете за него гораздо спокойнее чем за человека который говорит а нет проблемы есть значит что делать хорошо то есть он уже в такой позитивный динамик теперь следующий вопрос чем могут помочь люди со стороны значит люди со стороны которые будут его призывать конкретному действию в то время как у него плана нету ничем ему не помогут он то есть даже если он сорвется в действие это уже стадия четвертая после планирования он сорвется в действие если он сорвется в действие преждевременно то шансы у него невелики если он на успех если он будет тянуть то тоже неизвестно сколько займет правда в конце концов никакой трагедии если он уперт в том что надо что-то менять никакой трагедии не будет если он сорвется в действие преждевременно у него что-то не получится он вернется назад на стадию планирования перегруппируется лучше поймет себя он уже будет лучше понимать задачу и так далее и уже с новыми силами снова пойдет в действие в какой-то поэтому я в принципиальном плане не вижу абсолютно никаких проблем с тем чтобы испланировать и действие какое-то предпринять успешно пусть даже не с одного захода не имеет никакого значения вообще никакого значит что мы можем сделать вопрос на самом деле который он для себя пытается понять ему надо бы перейти в стадию планирования как мы поняли но он не не готов сказать в каком направлении ему хочется планировать то есть с одной стороны он понимает да там английский тестирование программного обеспечения это вполне такой как бы путь понятный и реализуемый с другой стороны у него может быть душа к этому не исключительно лежит он просто понимает что этот путь вполне достижимый такой реализуемый путь второе что там присутствует и нам предстоит выбрать одно из двух сейчас ну вот я как смогу а дальше вы уже там подключитесь тех кто нас смотрит второе вот какой-то дизайн что вам сказать всякие творческие такие знаете всякие творческие дела очень большую конкуренцию имеют на рынке и в общем то спрос на них цикличен в том смысле что если экономика хорошая и как бы у людей есть деньги то они начинают тратить их на какие-то украшения на какие-то удобства им хочется там скажем мебель по симпатичнее по комфортнее подороже по изящнее им хочется автомобиль получше им хочется одежонку получше им хочется в доме там картинку повесить или там от начинается вот вышивка там и какие-то лазерные дела или какое-то цветное стекло там и так далее и так далее все это тогда когда есть деньги когда денег нет тогда плохо конечно сегодня ты можешь жить там где-нибудь или в глухом силе белорусском и делать как какой-то вот такой свой продукт и продавать его на интернете например прекрасно там в германии великобритании италии канаде сша и чувствую себя замечательно это можно так слава богу да но но в общем то в общем то с точки зрения практической я бы так сказал что есть вещи которые мы любим но это никогда не станет нашей профессии например может быть мы любим читать книжки но это не значит что мы должны пойти в библиотеку и работать библиотекарем нам нравится летать на самолете но совершенно не обязательно быть пилотом или там бортпроводницей направится в автомобилях ездить красивых там и так далее не значит нужно быть автомехаником или там продавцом автомобилей и тогда это не значит то есть ты можешь увлекаться всем чем угодно вот для этого есть хобби есть то что дает человеку такое успокоение вообще наличие хобби это очень важно как сказать важное качество важное свойство человека который нормально живет у него нормальная хорошая жизнь то есть он переключается с одного занятия на другое он успокаивается он дает отдохнуть своей нервной системе и так далее это это очень здорово когда у человека есть хобби в тот момент когда он начнет например этим всем заниматься как инструментом для зарабатывания на жизнь может оказаться что через несколько лет ему расхотелось и он уже не так сильно это любит мы все видели людей которые так вот тоже увлекались а потом когда столкнешься с тем что этим надо заработать уже может не так классно все вот так вот я не знаю людей которые бы увлекались тестированием программного обеспечения например просто так ну вот тип как вышивкой люди увлекаются или там допустим хоккей смотреть да по телевизору вот я таких увлеченных никогда не видел то есть как-то это все таки обычно связано с профессией заработком там каким-то и так далее поэтому вот он говорит что да это бизнес да в нем есть конкуренция но можно же бизнес делать по-разному дар могут быть разные подходы и я с одной стороны согласен с другой стороны хочется спросить ну а а ты-то тут причем ну в том смысле ты же никогда в жизни бизнес не делал это не то что ты вот уже там у тебя опыт какой-то и ты хорошо знаешь рынок ты хорошо знаешь как на этом рынке быть успешным это у тебя пока грезы все грезы станут ли они реальностью если ты начнешь в этом направлении дальше двигаться а уже 36 поэтому чтобы я сказал я бы оставил вот это все в области хобби что бесконечно важно в жизни человека очень очень важно а переключаться на что-то кроме работы а с точки зрения прорыва в смысле вот допустим денежки это ведь не только денежкам это еще социальный статус вот ему стыдно перед родителями перед друзьями перед самим собой вот они какие-то чем-то такие занятые у них как-то жизнь там и так далее и так далее а я вот там не ничего из себя не представляю денег не зарабатываю на работе его еще грузит то что он безотказный и еще хамят и еще когда чего-нибудь там где-то не сделалось там так еще оштрафовать норовят там и так далее и так далее ну то есть какие-то такие вот вещи там происходит и он и он сам сам к себе вот не не имеет какого-то уважения поэтому это еще социальная очень вещь такая да и на психику его влияет естественно психическое состояние поэтому поскольку я хорошо знаю процесс превращения человека в тестировщика и могу сказать что когда есть базовые компьютерные навыки и упёртость то в общем то все остальное как-то так она набегает набегает поэтому он это как бы абсолютно реализуемый проект причем реализуемый в достаточно рассказать быстрое время то есть не нужно много времени на это ну ну шесть месяцев я не знаю может быть он уже там из этих шести там три уже прошел ну просто сел и все фактически если мы говорим про планирование то я бы на его месте сделал так я сказал значит я иду то есть мы завершаем стадию анализа стадию когда мы понимаем проблему и собираем информацию мы переходим в стадию планирования мы планируем смену профессии на там тестировщика программного обеспечения для этого мы определяемся как мы это будем делать что мы должны подучить откуда у нас возьмется резюме что мы в него напишем в это резюме и так далее так далее и вот собственно как мы будем его рассылать и все это на самом деле как рассылать и что напишем это все может решаться в процессе уже в процессе этого действия на стадии планирования надо было бы так прикинуть какие-то ресурсы вот и так далее но я думаю что вот из того что я например наваял по превращению человека в тестировщика там там больше чем достаточно ресурсов у него просто уже так что называется там дорожная карта есть прям и бери и фигач ничего такого там нету сложного вот но можно добавить там какие-то проектики вот есть на сайте software-testing.ru там у них даже есть какой-то такой типа инкубаторы не знаю как это называется они там тестируют какой-то проект у них есть там какой-то учебный проект причем он настоящий вроде бы я я не знаю я не смотрел подробно так мимоходом вот они там тестируют и тэскизы пишут и баг-репорты пишут и все такое делают в крайнем случае если уже другого нет но можно сделать это то можно потом в open source вам а можно фрилансером а можно на ю тесте а можно сразу на всех где чего упадет и и все поэтому чем вот ходить и чувствовать себя что тебе стыдно значит ты говоришь я вот пошел вот я делаю план и я иду его выполнять и я хочу напомнить определение понятия успех которое дал великий по-своему человек очень очень известный в мире мотивационных этих спикеров его зовут пирон антингел пирон антингел определяет успех они книг не как попадание в точку зависимости в отличие от того как бытовое сознание это определяет смотри вот у него там замок на горе у него там в гараже там пять автомобилей два шофера у него там это . в которой человек находится он может быть при этом очень несчастным сать по жизни но что такое успех я сейчас я пытаюсь вспомнить формулировка она выходит по-английски потом по-русски значит это успех это когда ты движешься к намеченной цели вот у тебя есть значимые цели да должна быть значимая цель и вот каждый день ты движешься потихонечку к этой значимой цели и ты сегодня успешен вот ты сегодня встал с утра и пошел что-то сделал и ты сегодня уже немножко у тебя есть успех потому что ты движешься в направлении к заданной цели к значимой цели когда ты пришел в эту точку к этой цели тебе нужно заранее уже побеспокоиться о следующей цели иначе ты окажешься очень нехорошем положении тебе некуда двигаться не о чем мечтать не к чему стремиться поэтому не точка а движение движение к значимой цели если сегодня ты проснулся так потянулся и сказал эх не сегодня не сегодня сегодня мы там вот ну значит сегодня ты не был успешным потому что ты в направлении этой цели не двигался может быть у тебя другие цели тоже есть не менее важный может быть и сегодня с дочерью 15 летний пошел в зоопарк например и это тоже вот здесь это в америке есть такое понятие термин такой quality time quality time качественно проведенное время и вот конечно это тоже очень важно то есть мы мы не живем в мире где у нас там одна единственная там цель одна единственная задача нет у нас разные приоритеты есть но вот ставится задача смена профессии создается план переходится к действию и дальше вот ты действуешь и каждый день ты либо успешен либо нет в зависимости от того как ты этот день провел о чем ты думал какое у тебя было настроение мотивация и так далее вот собственно я бы я бы так поступил и ну не то что поступил но я бы так рассудил да вот это вот эту вот эту ситуацию в которой молодой человек просил чтоб я ее рассудил вот и рассудил ну что мы давайте ему пожелаем успехов мне мне нравится что он ищет путь путь какой-то так мне нравится что он он не замыкается в себе а идет во внешний мир и он говорит ребята вы там есть вокруг меня значит я я хочу услышать что вы скажете я готов это воспринимать я я ищу ответ знаете когда ученика нет так и учителя нет знаете когда никто не слушает так тоже тебе будет говорить но человек хочет он слышит и я на самом деле очень очень обращаюсь к нашей аудитории и это не только потому что у нас есть один конкретный зритель который задал вот этот вопрос а потому что таких много они может быть не задали или может быть иначе сформулировали меня на самом деле очень тронула формулировка вот это вот как он это все описывает и там большое большое письмо я вам то что я вам зачитал это 10 процентов от того что там есть но вот эта часть она очень трогательная и я на самом деле очень рассчитываю что вы тоже подключитесь по взрослому И что-то такое ему посоветуете Или просто поддержите Знаете, тоже неплохо Поддержка очень-очень дорогого стоит Вот когда есть вокруг люди, которые говорят Да, вот, да Если вы расскажете какую-то свою историю А я вот был в похожей ситуации, но Сделал это и это, и у меня получилось И так далее, поэтому Вот у меня как бы такая мотивация В том, чтобы ответить парню И вот поговорить на эту тему Хорошо? Счастливо! Пошел я на работу